В общем, давайте относим к ICO, кто-то знает, кто-то нет, топовое ICO, которое привели колоссальные какие-то иксы, если там Nex можно было купить, Nex достаточно старое ICO, про него вообще никто даже не слышал, ни к нам эту информацию нашел, но тем не менее, вы представьте, стоимость токенов вообще каких-то копеек стоила десяток, соток копейки, но тем не менее на Nex, причем он был кайп. И когда он стоил там практически больше доллара, там такие какие-то вообще иксы, практически к X100 добиралось, но сейчас вот X90, информация на 27 выходных я подготавливал табличку, но Yota, это тоже такой, побахивает скамом на самом деле, но тем не менее, там тоже неплохие иксы можно было поднять. В общем, конечно же, наш проект Виталика Бутейлина, это Ethereum, который делает 3500 иксов, все эти проекты могут показать, что имеет смысл входить на стадию ICO, хотя бы инвестировать по 100 долларов в каждое ICO, которое будет происходить в скам, а то не скам, возможно оно выстрелит, и если выстрелить в X100, то ваш инвестиция окутается там сверху. Там еще Waves есть, но Waves пока делает порядка 50, вот такой у нас Саша Иванова, наш тоже стал, наверное, после Виталика Бутейлина, известная личность, которая создала платформу Waves. Вот, давайте сводные данные быстренько посмотрим, и что у нас в итоге получается, то что майнинг самое менее рискованное, то что ICO самое максимально рискованное, купить биткоин у нас самое простое и ждать до ноября или декабря, вовремя его продать, и самое сложное это у нас трейтинг, то есть трейтинг, потому что он требует достаточно серьезных знаний. Вот, опять же, ну вот у меня все, то есть сегодня лекция для новичков и для тех, кто уже в теле. Пожалуйста, на этом вопросы ваши. А йо-то почему скаму? Да.